здравствуйте мужчины и женщины написал мне в инстаграме некий мужчина с вопросом говорит такие ролики про нижний новгород а вот как бы про иваново но я как бы все на свете то не знаю я говорю ну что вопрос времени и ресурсов а выясняется что это был мэр города иваново и опа вот он здесь на самом деле как бы мне кажется вот иваново это очень крутой как сейчас принято говорить кейс до никого региона никого города на примере которого можно вот познать все основные вообще проблемы в нашей стране начиная от техническо-экологических я не знаю там организационных заканчивая идеологическими вот мы немножечко об этом сегодня и поговорим ну во первых не все в россии из города иваново поэтому представьте пожалуйста да павел спасибо во первых что приехали зовут меня владимир два с половиной года почти я являюсь главой нашего города иваново город действительно мне родной ивановец я как минимум в пятом поколении но смотря по каким связям считать и соответственно мне бы хотелось чтобы о нашем городе было представление в первую очередь у ваших подписчиков и конечно чтобы наш город был узнаваем и четко идентифицирован среди населения всей нашей страны потому что город действительно интересный город имеет хорошую инфраструктуру и в принципе мы всех ждем в гости и для меня было счастьем действительно вас заполучить я помню что несколько раз вам писал и вот прошу прощения за настойчивость но действительно для нас и для меня лично вот ваш приезд он говорит о том что все мы делаем правильно ну в этом есть на самом деле доля истины я сейчас немножечко так у меня румянец сойдет стыда да и краски смущения начнем вот чего а как как вообще докатился до жизни такой как ты стал мэром вот наверное лет пять уже или шесть назад меня дернул за одно место видимо черт и я решил сменить бизнес на государственную службу конечно тогда были другие времена я это рассматривал просто как какое-то временное явление и было интересно посмотреть на мир управления государством я просто это рассматривал чисто с ознакомительной точки зрения ну и плюс там строчка в резюме на всякий случай на всякий пожарный и вот как-то затянуло за несколько лет я провел реформы в департаменте энергетиков в департаменте энергетики где я работал и потом случилась отставка правительства губернатор предложил мне стать еще предыдущий коньков павел алексеевич стать заместителем по инфраструктуре по всей там от дорог до жилищно коммунального хозяйства сложный был период и политические экономические в жизни нашей ивановской области нашел в себе силу ему отказать и вот чуть наверное где-то полтора может быть два года работал в этой должности и потом соответственно принял участие в конкурсе на главу города потому что это действительно мне было интересно хотелось что то сделать потому что тут уже для меня действительно является лично значимым то что можно что-то поменять в нашем городе и идеи какие-то были и до этого опять же там гнутые заборчики да там туристической инфраструктуры и какие-то глобальные вещи типа обхода города строительство необходимой дорожной инфраструктуры чтобы грузовой поток не запускать непосредственно сам город и так получилось что депутаты мою кандидатуру поддержали вот сейчас почти два с половиной года уже в этой должности работы но ведь люди мы совершенно точно знаем идут в область чтобы барабать и пилить до распространенная точка зрения но достаточно посмотреть наверное сейчас любую новостную ленту любого региона россии и понять что для таких людей окно возможности она существенно снижается и что же да я мы видим истории связанные с мерами которые принимает государство по контролю контролю и надзору и профилактики той же самой коррупции я думаю что ситуация меняется конечно не до конца удается наверно сейчас эту историю победить но я не слышал ни одного государства где бы полностью это беда была бы искоренена и где-то она приобретает там цивилизованные черты например как соединенных штатах америки возникает институт лоббизма и он совершенно узаконен не знаю плохо это или хорошо но количество тех людей которые заточены только на бабки она существенно и достаточно быстро динамично снижается то есть такие люди были у нас понятно что многих людей которые начинают занимать какой-то руководящий пост растут крылья они надевают себе корону на голову но у короны такое свойство она сильно давит на головной мозг и поэтому они наверное объективно перестают воспринимать действительность и обычно это наверное какой-то период занимает времени то что у них есть эта возможность но учитывая опять же там я не знаю как в мегаполисах нашей страны но в нашем городе все друг про друга все знают и утаить что-то не получается поэтому конечно достаточно быстро наступает та или иная реакция она не обязательно может быть со стороны правоохранительных органов его могут просто уволить потому что у государственного управления ведь нет задачи каким-то образом искать виновных постоянно это расшатывает авторитет власти если есть как я действую себя в администрации если я вижу что поползли слухи косвенные там есть подтверждение да то проще с человеком расстаться и ему самому самое главное будет от этого лучше не все из них это понимают никуда от этого не денешься то есть перефразирует твою речь можно сказать что государственной власти задача чтобы она функционировала прежде всего они строила себя там всеми ду с карающим мечом я не знаю какие задачи у других ветвей власти на потому что их же несколько понятно что у правоохранительных надзорных органов задачи совершенно и мы сейчас говорила право если мы говорим исполнительную власть и тем более про такой самый низовой уровень который я представляю муниципалитет то конечно самая главная задача обеспечения функции функционирования просто самого этого института управления поэтому но никакого там он ты и прикола нет в том что если у тебя кого-то возьмут и понятно что это случается лучше сделать превентивно конечно лучше сделать превентивно да и с теми же правоохранительными органами и прокуратурой работать профилактически потому что они все равно занимаются надзором и тут важно выстроить такие взаимоотношения которые позволяют тебе как руководителю реагировать быстро мэр он же крайний вот купола сосулька там где-то яма на дороге где-то кому-то что-то недоплатили пенсию там т.д. и т.п. и понеслась кто виноват виноват мэр вот как ты вообще с этим справляешься ну как справляешься а в этом действительно и виноват мэр потому что глупо в этом случае там винить губернатора или какой-нибудь министерство или любого представителя федеральной власти то есть мы живем по тем законам которые нам установила наша государственная дума и соответственно муниципалитет он самые близкие к земле самый близкий к жителям и постоянно сталкивается с теми проблемами которые больше всего и донимают наших людей наших горожан наших граждан и соответственно понятно что там нечищенные дороги ям ямы какие-то налить на кровлях да это все к нам и действительно если мы понимаем что мы с чем-то не сравнивали не справились то конечно мы и виноваты другое дело что никому не интересно какие у нас ресурсы для того чтобы бороться с этими там ямами там налей и так далее то есть 2 2 таких больших сегмента которых стоит упомянуть первое это конечно нехватка средств то есть все сейчас замкнута у нас на субъект российской федерации я вообще понимаю почему это было сделано это правильное решение относительно распределения доходов то есть любой муниципалитет даже города миллионники и выше на то есть те же мегаполис они все равно являются частью субъекта и понятно что когда сформированы регионы у региона гораздо больше проблем и больше там протяженность той же дорожной сети поэтому городам зачастую не хватает просто средства на какие-то те же самые меры социальной поддержки или на то чтобы действительно все было красиво необходимо там иметь определенный запас я не знаю техники там по вывозу или уборки снега да и понятно что после каких-то крупных снегопадов мы не можем справиться в течение там нескольких даже недель потому что ну просто нецелесообразно держать там штат людей и техники под снегопад который случается несколько раз за 10 лет допустим вторая часть это конечно законодательство в котором мы работаем и несмотря на то что у муниципалитета серьезная ответственность перед жителями зачастую законодательство находится не на нашей стороне то есть к примеру из последнего то что выпустила у нас парламент это по животным закон и что за безнадзорный живот например по защите животных закон называется да и мы вот стрепетом ждем когда выйдет например закон по защите людей или хотя бы он в защите вот в этом законе который вышел чтобы какие-то нормы содержались но пока этого не случается и мы работаем с тем что есть и вот просто яркий пример то есть сейчас собаку которая даже может быть агрессивный или крупный мы с улицы вынимаем должны провести все необходимые мета обследования свидетельствования да и действительно если там какой-то собачий психиатр признает ее агрессивный она не подлежит возврату в естественную среду обитания а так если вот она ему не показалось как-то категорично настроены по отношению к окружающим людям да мы обязаны выпускать обратно понятно что мы стараемся не выпускать мы начали работать с приютами да у приютов соответственно возникла следующая проблема что у них просто площади не хватает еды не хватает и открывается целый квест да то что найди еду для приюта надо расширить территорию надо больше волонтеров которые в этом приюте будут работать потому что у приюта соответственно нет никаких средств до к существованию то есть это добровольные пожертвования и плюс то работа которые мы подключили например по отлову ну профессиональные кинологов и тех же самых врачей и таких историй масса когда люди от нас хотят чтобы например город стал свободен от наружной рекламы от которой течет кровь из глаз у нас в том числе на некоторых улицах центральных нашего города такой совок 90-х прямо прямо реально там вот это но не буду называть там эти учреждения и здания они у нас там всем жителям известны гостям города будет интересно посмотреть поэтому я приглашаю то есть такой специальный тур покажем все уголки я считаю на самом деле что из этого можно сделать большой плюс и привлекать сюда москвичей показывать им действительно такой вот заповедник заповедник рекламы 90-х когда она прекрасно конструктивистских зданиях висят желтые с красными надписями и свадебным платьем вывески да он сдам аренда и прочее там и цветы еще популярны у нас такие тоже яркие вывески и швурма конечно вот но надо спешить тогда с этим чтобы это все застать потому что вот у нас губернатора станислав сергеевич в прошлом году мы его избрали все жители нашего региона и соответственно и с жителями когда он разговаривал он понял что например этот закон нужен хотя бы на областном уровне слава богу ему хватило ресурса и возможности и какого-то личного дара убеждения чтобы договориться со всеми надзорными органами выбрать верные формулировки чтобы этот закон у нас появился то есть не все у нас получилось да не все статьи которые волнуют жителей были учтены в этом законе муниципальном контроля но я надеюсь то что ситуация и по животным и по рекламе она сейчас будет меняться по крайней мере по некоторым улицам и без этого закон отработали ну чисто с собственниками проводили душспасательные такие беседы а как это вот я даже не пустая вот вот тут есть человек вот у него такая не такой красивый баннер висит а тут ему приходит значит какой-то хрен в очках я извиняюсь и говорит суши ну некрасивый баннер с ними пожалуйста вот более того заплатить денег же да еще изготовлению да и по и по весь регламентированную рекламу он скажет а с чего это я должен так делать они с чего он это должен не должен это делать да и мало того некоторые люди на нас там написали жалобы в прокуратуру и ну по-моему до суда еще ничего не дошло но сейчас вот этот новый закон нам поможет что касается какого-то убеждения да мы просто рассказываю что такое хорошо что плохо показываешь ролики на ю тубе то есть реально так это реально так и происходит и реально сидишь и просто уговариваешь человека но в принципе все в основном хозяева здания они адекватные люди то есть такие не меньше развитые например там чем я соответственно просто человек может иногда не понимать ну что такое хорошо что такое плохо вот из последнего у нас вот из таких дискуссий с подрядчиком по кронированию деревьев просто два года смотрю как из каких-то нормальных деревьев они там оставляют какие-то пеньки там в 4 там 5 метров вот и люди конечно недовольны но было дерево красивое с листвой там бах этот пенек там как столб стоит когда он еще обрастет ветками да и в любом случае он уже вид дерево теряет и не похож на бонсай например в японии вот а просто как вот им объяснить что мы не надо все ветки пилить пилить и только аварийный а там приходит такие бодрые люди с бензопилами на вышке и все соответственно глядишь только столбик остается ну то есть масса проблем опять же растет растут требования у жителей я думаю что не только нашего города там и городской среде и вообще к расходованию бюджетных средств то есть у нас были случаи когда там за нами цветы в клумбе пересчитывали потом мы пересчитывали вместе с подрядчиком то есть но это интересно действительно работа она развивает и серьезно но это это уже это ответственность на самом деле социальная ответственность людей пробуждается посчитать клуб цветы в клумбе сайт аналоги он наверное отчисляемые наверное все перечислил я так думаю конечно же да и тут на другая проблема что иногда у людей которые о чем-то пишут не хватает квалификации да но и все равно они становятся специалистами в ремонте кровли и в новую это известно села дамы на диванах все эксперты да и потом мы все знаем когда то есть даже как играть футбол знаю это точно это все знают как играть футбол как как управлять как управлять государством государства это понятно вот на банной полке и на диване это обычно сразу приходят к тебе такое сверху спускается ты становишься профессиональным дизайнерам лучше понимаешь где какая елка на но и игрушки на не должны быть ну это нормально на самом деле да это говорит о том что людям становится это интересно потому что люди не должны все время ходить в каких-то черных очках и видеть что их проблемы не решаются их проблемы это проблемы только их и вот видимо именно это сейчас и происходит то что у общества есть претензии они хотят чтобы им было во первых понятно мотивация и вообще там что и почему происходит и это приводит к открытости власти и сейчас это я думаю что уже вышло на совершенно новый уровень по крайней мере на прием мы работаем хорошо а вот что у нас не работает не работает у нас чисто обратная связь то есть вот тоже ту информацию которая у нас есть ну например дорогу мы не можем починить потому что она там не в нашей собственности мы через суд и и вынимаем но в прошлом году и разместили во всех сми там написали во всех соцсетях да и все равно раз в месяц там по 10 сообщений то есть когда когда начнете дорогу да ну мы не можем обратно донести информацию у нас просто не хватает видимо опыта в этом и не хватает конечно не налаживались налажен канал сбыта информации налажен канал информация тоже опять есть и субъективные причины что мы просто этого не умеем или не хотим научиться или опять же не хватает толку и вторая причина это низкие заработные низкая заработная плата тех же сотрудников администрации понятно что какого-то готового специалиста ты не наймешь эти деньги которые ты можешь ему которым там работает рекламном агентстве да конечно дальше или монет соответственно как только человек достигает какого то уровня квалификации который позволяет или открыть свое дело или перейти в тот же бизнес на работу этого человека просто тяжело удержать нет какой-то вот сейчас системы которая бы позволяла действительно талантливых действительно работоспособных людей удерживать в нашей системе ну по крайней мере на уровне муниципалитета это к сожалению точно до уровень зарплаты в муниципалах это большая проблема я сам помню столкнулся когда меня пытались ангажировать на главного редактора вот в моем родном там сестра резкому как сказать муниципальном округе и блин я сказал ну вот ну никак был бы я хотя бы один без семьи еще бы там я еще подумал бы ну так вот просто реально не могу себе позволить такого развлечения уже в своем возрасте мы можем говорить про отчисление бюджет налогов от граждан нашей беседе не мы можем говорить о чем угодно и соответственно просто тут зависит от того насколько я буду не прямо я понимаю да то есть я правильно понимаю что не хватает денег на благоустройство города на то на все на пятое десятое просто потому что очень большой процент занимательная экономика ну у нас в городе конечно можно уверенно об этом говорить тут такой секрет топали шинеля и соответственно учитывая происходившие в нашем городе при развале советского союза когда угробили просто всю легкую промышленность открыв рынке для тканей для готовых изделий из текстиля ну просто видимо про нашу ивановскую область я так понимаю что не вспомнили и действительно у нас просто люди в основном ушли в швейку потому что были связаны с текстилем швейка она можно вот снять несколько гаражей да или даже швей могут работать на дому такое тоже встречается но тут мы не должны как-то вот сильно мечом махать потому что это дополнительная нагрузка на тот же бизнес конечно как глава города должен по-другому на камеру то говорит но хочется все сказать да что надо подходить к этому с головой разы наши функции данной функции налоговой инспекции можно спровоцировать наоборот социальное напряжение этим да если тут всех придушить заставить их платить и конечно может проблемы возникнуть уже занятостью населения да и ухудшится просто социально-экономическое состояние города и региона да то есть я думаю что никто в этом не заинтересован но это удивительный случай что ты прекрасно это понимаешь и пытаешься как-то лавировать в этой ситуации потому что у нас же как у нас ведь сталкиваются с два интереса те люди которые не хотят платить налоги и те люди которые жестко хотят изъять и как-то компромиссы между ними как правило не находятся это две крайние точки зрения которые выскакивают постоянно в публичное пространство на самом деле я не встречал таких людей вот которые придерживаются той или иной точки зрения не встречал предпринимателей которые говорят что нет я там принципиально против того чтобы платить налоги обычные люди а сослагательно говорят что я вот не хочу платить потому что не знаю куда пойдут эти деньги как вы их там потратите опять же там все украдете и прочее ну вот эти сказки на которые у нас виде стереотипов присутствуют в наших головах это благодаря там и федеральной повестке на телеканалах основных и прочее что касается сотрудников тех же там министерства не знаю налогового никогда не встречал такую тоже ситуацию до когда вот давайте тут всех все изымен все все понимают везде разумные люди и адекватные то есть понятно что какое-то движение должно быть люди должны понять то что до налоги надо платить и соответственно государство на всех уровнях власти должно сделать так чтобы это было максимально прозрачно но тут хочется что сказать мы видим что даже за последние 10 лет вот когда я так более менее в информационном поле нахожусь как зритель мы видим сколько для этого делается то есть и там насколько ужесточена сейчас процедура закупок просто государственный что иногда ты сталкиваешься с другой проблемой что просто основной критерий это цена выходят люди совершенно неподготовленные там я не знаю откуда-то у черта на куличках они там вылезли да и пытаются здесь там условно там школу построить или дом в иванове не имея ни базы не техники ничего то есть действительно иногда вот шатает из крайности в крайность да и то есть вот сейчас то я вижу что и контроль тотальный и конкурентные процедуры по крайней мере там на уровне муниципалитета и региона это просто такая вещь в себе и говорить об эффективности закупок в плане снижения стоимости можно уверенно другое дело что иногда из-за этого страдает качество как проходит жизнь мэра вообще вот то есть вот опишет свои не за типичный день встаешь наливаешь виски закуриваешь сигару стряхнул пыль с цилиндра подумай кому сходить педикюр наложницы заходят 10 тысяч когда императора династии там по моему как она там после цень которая была я съездил хода и решил забыть все что этому ну я просто недавно смотрел там такие интересные ролики про истории китая поэтому исполнил ну на самом деле как с утра идешь занимаешься спортом ничего нужен спор для того чтобы выгнать адреналин соответственно просто чтобы не орать на людей где не орать на айс не реагировать остро на те сообщения иногда совершенно хам суши и держали это гене это и приводит вот это гениально на сами ты так она так она и должна быть я думаю что все к этому приходит потому что или ты на чем-то торчишь в лучшем случае на алкоголе до или бы ты занимаешься спортом потому что это просто возникает такая необходимость ну потом соответственно это часов девять полдесятого я на работе и начинаешь там ну соответственно какие-то важные моменты типа там исполнение федеральных программ ежедневно они находятся на контроле там есть дорожные карты да ты понимаешь кто за что отвечает ну и плюс текучка да то есть перепады температур то есть например там вот установилась спокойная погода например там около нуля да мы можем по литым асфальтом там чинить ямы далее соответственно посмотреть что реально вышли или нет но этот не знаю стоит ли об этом рассказывает то есть там как убрали снег потому что у нас там с контейнерными площадками не все получается не на все хватает к сожалению личного времени то есть больше полагаешься все равно на сотрудников ну и часть времени ты конечно проводишь на обязательных мероприятиях и не знаю там союз ветеранов собрался на поездный совет города тоже никуда не денешься потому что людям это приятно пришел тут какой-то человек в очках там галстуки в пиджаке и надо обязательно показываться потому что представительские функции они также у нас заложены в функциях муниципальной власти и соответственно обычно заканчиваешь работать на часов там восемь в девять если кто-то рассказывает что он там работает там я не знаю там с 6 там до двух но это скорее всего или какой-то не выдержишь просто супер талантливый человек до или он скорее всего врет и возможно врет сам себе почему потому что так работать можно ну когда какие-то авралы когда какие-то ну ты не знаю там ситуации объявили срочно там федеральную программу мы должны собрать документы этим занимается несколько там управление или комитетов надо все координировать надо находить находиться на месте или когда какая-то ческа в 16 году при мне уже там дом взорвался хлопок газа соответственно человеческие жертвы мы поняли что ты будешь работать несколько суток пока ее не ликвидируешь не увидели последствия от этой чески ну это быстро закончится у любого человека есть ресурс на и поэтому важно соблюдать режим труда и отдыха все-таки это забег на длинную дистанцию а не на короткую последнее чем хотелось бы поговорить это про про может быть такую некую идеологическую составляющую вообще города иваново город иваново он иваново вознесется дает родина первого совета рабочих депутатов русская революция первое фронзы которые значит с шашкой на гало бежит помогать отсюда значит баррикадам в москве и так далее и тому подобное он бежит в крым и помогает белогвардецам из вас совпредел после чего и станции да 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 и так далее и сейчас вот я я общаюсь тут уже с разными людьми видна вот тенденция попытки насаждения вот этой вот уаровской триады православия самодержавия народность то есть начинается вот у вас значит конструктивистский ваш вокзал ремонтируется затянут такими баннерами на 10-метровыми там одни церкви и и так далее там подобное да там и как вообще вот место населения это реагирует ну вообще я думаю что это не имеет под собой вот этих каких-то серьезных оснований говорить о внедрении какой-то новой идеологии мне кажется что она еще на федеральном уровне не окончательно оформилась поэтому внедрять тут если бы кто-то что-то и хотел какие-то местные политики то внедрить особо нечего если только по своему разумению что касается каких-то баннеров да могу привести такой прикол до который у нас получился но когда разрушается какое-то здание да у нас есть контракт с какой-то организации коммерческой что соответственно должна там заборчиком оградить и какими-то баннерами а когда до этого они там просто какие-то белые серые в общем в разнобой там разного цвета я говорю ну разработайте единый баннер чтобы это в общем был нормально и мне приносит его на согласование там вот наши эти илановские огурцы пришедшие из персии да ну вот это древний узор и тоже виды нашего города опять же церкви потому что церкви это всегда красиво значит какие-то наши памятники так далее я смотрю на столе дом вообще зашибись ну красивый рисунок яркий красочный а потом когда мы какие-то наши там памятник архитектуры какой-нибудь там сгорел да и у нас тут такая липоватая картинка появляется конечно же была такая отрицательная реакция со стороны жителей я не думаю что баннеры как-то связаны с идеологией что касается каких-то настроений в обществе нам ну по крайней мере моему поколению в школе достаточно настойчиво на уроках того же краеведения рассказывали да вот о всех наших там большевиках героях подполье мне мой дед рассказывал как его отца гоняли казаки со всех этих демонстраций но к истории надо относиться всегда разумно то есть история она та которая у нас есть и у нас уже никто не отнимет не надо стараться ее переписывать и чем мне нравится ваш канал канал там дмитрий пучкова который я постоянно смотрю потому что разные точки зрения и соответственно можно вот в этих спорах найти истину и не обязательно все всегда красить там вот эти хорошие эти плохие черное белое то есть обычно этого нет всегда какие-то оттенки на границе этих цветов и нет такого чтобы сейчас там у нас на повестке дня стоял что давайте расскажем вот как хорошо жили рабочие к примеру там при вот этих замечательных промышленниках которые действительно много сделали для нашего города для региона вообще в целом не получится потому что есть еще историческими память есть те люди которые являются коренными ивановцами и не пройдет ну как например из каким-то там если мы захотим сделать масштабное казачье движение в нашем городе то есть есть какие-то наверное потомственные казаки кто переехал да то есть совершенно совершенно толерантные с пониманием мы должны про это говорить но вот как-то вы широко развернуть эту тему ну просто чисто не получится из-за нашей локации нашей из-за некого менталитета да но и никто люди не поймут и никто сейчас в том числе да люди просто не поймут но это не значит что идет какая-то продвижение левой идеологии или она там укоренено потому что опять же много известно из истории и история молодого советского государства она была достаточно турбулентно и когда ты начинаешь даже изучать местных деятелей ты понимаешь что многие из них плохо кончили там и репрессии и массовые в том числе и кто-то просто там от наркоты и в общем ну тоже все бывает по-разному надо это принимать и самое главное учиться на ошибках которые вот на поверхности то есть не надо постоянно ходить по каким-то граблям и тем более тут пытаться навязать какие-то уроки из прошлого то есть уроки то надо да вот то что это идеализировать прошлое не нужно последний вопрос каким бы хотелось видеть город иваново ну во первых хотелось бы видеть город иваново потому что идет постоянный отток к сожалению населения да и численности города сокращается я надеюсь то что сейчас у нас губернатору удастся сломать тенденцию потому что на уровне муниципалитета ты мало что может с этим сделать и пока получается можно уверенно тоже проект сказать что касается вот этого риска да то есть всегда можно стать каким-то вот уездным городом да и столица ну например там близлежащие у нас города там ярославль и москва да они всегда оттягивают население это неизбежно и здесь надо создавать условия труда жизни вообще чтобы человек съездил в москву и сказал ну потому что садовая да у нас вот есть площадь ленина к примеру да там и свое там пешеходное кольцо вот к этому надо стремиться потому что плюсы в нашем городе они жизни очевидно почему я не переехал в москву да я приехал туда после института какое-то время там пытался пожить работать ну вымораживает просто там что ты там три или четыре часа тут на перекладных нам видишь из одной точки в другую не очень хочется тратить на это жизнь то есть у вас компактный город хорошая экология отличная природа потому что в нашем регионе есть и и волга и соответственно южский муниципальный район где там практически та же самая карелия там тысяча озер водоемов речек есть на что посмотреть прекрасные там старые русские города плюс полегки не шмышует и не вся необходимая среда то она уже сейчас есть виде там торговых центров какая-то развлекательная не хватает конечно вот экономику бы еще подтянуть вслед за уже имеющиеся развлекательные так скажем структуры но надеюсь это получится павел да да что касается того как бы хотелось хотелось бы чтобы к нам приезжали люди жить из москвы из питера пусть дают там квартиры покупают у нас квартира два с половиной миллиона в центре города однокомнатные осуществленной планировкой ребята да но это еще с видами центральной половина в хрущей я думаю там за полтора можно и отличная медицина отличную люди шоу расслабляться гражданной медицины кругом кафе ресторан и костюм я сегодня заходил из шерсти стоит там от 8 до 10 тысяч рублей да так что ну а если зайти в текстильные центры посмотреть сколько у нас стоит там кпб какой-то который зачастую продавцы уже в других городах выдают за импортный потому что даже местные производители стараются не писать что сделано в ивана по упаковке никогда не поймешь что что это действительно там мы производим и много плюсов и вот я надеюсь то что нам удастся переманить людей те которые свободны того чтобы например каждый день вот сейчас ходить на работу могут работать удаленно то есть транспортная доступность региона отличная мы находимся в центре золотого кольца опять же то есть все в пределах 100 километров но в основном все золотое кольцо и есть куда съездить есть где погулять есть как интересно провести время и мы выгодно отличаемся даже этим просто от наших соседних городов они это с грустью признают новых руководителей а еще у нас самый красивый герб города это тоже просто это да я не имеет отношения геральдики 3 я вас не видел в музее ситься офигительным ну что ж спасибо за уделенное время спасибо за приглашение надеюсь не последний раз я очень на этом надеюсь много планов да ну а вы друзья мои по традиции оставляйте комментарии вот там еще будет в конце небольшое объявление от меня лично увидимся будучи в городе иваново я прочитал лекцию концептуальное противостояние петербурга и москвы где помимо но совершенно понятных историй 18 века основание новой столицы петр первый бла-бла-бла также упомянул про противостояние славянофилов и западников ну и конечно же коснулся борьбы сталина против ленинградской оппозиции по многочисленным просьбам эта лекция пройдет еще 23 марта санкт-петербурге и 30 марта в москве 31 марта столица нашей родины я открою экскурсионный сезон классическими экскурсиями своими вокруг храма христа спасителя это фактически продолжение лекции о реконструкции сталинской москвы и экскурсия по остуженки это та экскурсия с которой я вообще начал водить людей по москве в петербурге же сезон начнется с моей классической лекции убить царя начале апреля также напоминаю что идет набор групп в париж на конец года и набор группы в берлин тоже на конец года дело в том что точную программу я еще пока формирую только я окончательно с ней развяжусь летом когда сам съешь в берлин и намечу ее пока могу лишь вы выслать предварительные наметки если вам это все интересно пишите на электронный адрес который есть в описании под этим видео ну и ссылки на все встречи вы найдете там же а